Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Мы с вами встречаемся на очередном семинаре. Красного университета Фонда Рабочей Академии. Сегодняшний наш семинар посвящен вопросам классовой борьбы политического спектра политических партий. Хочу вас всех поздравить с прошедшей годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции, Советской Революции. Вы знаете, что основное отличие этой революции от всех остальных было то, что главным действующим лицом был пролетариат, организованный Советы. И это действительно была Советская Революция. Мы с вами изучаем в Красном университете марксизм во всем его многообразии, все три так называемые составные части, которые на самом деле составляют неразрывное целое. На сегодняшнее наше занятие посвящено политической теории марксизма. И, как вы знаете, в основе политической теории марксизма лежит учение о классовой борьбе, о том, что классовая борьба неизбежно приводит к диктатуре пролетариата, и что диктатура пролетариата ведет к построению бесклассового общества. Вот, если кратко сформулировать основные положения, как это сделал Маркс в свое время, так мы понимаем в настоящее время теорию марксизма, и, соответственно, исходя из этих основных положений, мы и должны рассматривать все политические явления, все аспекты политической жизни, с которыми нам приходится сталкиваться. В своих работах, безусловно, Владимир Ильич Ленин уделял большое внимание политической жизни, политической борьбе, в том числе в его работах мы встречаем классификацию политических партий до революционного периода. Это касается политических партий России, которые только-только тогда зарождались, и это касается и политических партий Европы, и политического строения, политической жизни всего мира. При подготовке к сегодняшнему семинару вам предлагалось ответить по выбору на два вопроса из семи представленных. Говоря о ответах, которые я просмотрел практически все ответы, не все я успел прокомментировать, но это я сделаю обязательно, каждый из вас получит оценку. Обращаю внимание на то, что в целом, конечно, идут ответы правильные, в целом вы отвечаете в соответствии с тем материалом, который мы вам преподаем, и в соответствии с той теорией, которую мы с вами изучаем. Но встречаются, к сожалению, ответы, которые, скажем так, не критически переносят буржуазные представления, скопированные с буржуазных средств массовой информации, и это сразу очевидно. То есть пропадает всякое упоминание о классах, появляются слои, группы, общества. Все, как мы знаем, то, что применяет буржуазия для того, чтобы затушевать классовую структуру общества, для того, чтобы не говорить о классовом антагонизме, несмотря на то, что в свое время буржуазия же эту классовую теорию и разработала впервые, как вы знаете, буржуазные историки. И использовала эту классовую теорию благополучно для того, чтобы одержать победу над феодалами в свое время, завоевать политическое господство. После чего, конечно, вот эта теория стала ей не с руки, и особенности, когда теория была подхвачена и развита Марксом и Энгельсом, и обращена была уже, в свою очередь, против политического господства буржуазии. На этот аспект то, что классовая борьба, вернее, то, что политическая борьба имеет классовый характер, и, соответственно, те организации классовые, которые участвуют в политической борьбе, а именно политические партии, они также имеют классовый характер, это, безусловно, необходимо учитывать и в своих ответах, и в будущем, когда вы будете анализировать уже действительную жизнь, недействительную политическую жизнь, и оценивать те или иные партии, прежде всего, с точки зрения того, чьи интересы она представляет, интересы какого класса, какой группы внутри класса, является ли программа партии, ее действия прогрессивными или реакционными, к какому флангу политического спектра относится та или иная партия. Половина вопросов касалась, собственно, коммунистической партии, потому что это особая партия, которая отличается от всех остальных партий, и отличается она прежде всего тем, что представляет интересы рабочего класса, наиболее прогрессивного класса, это класса, который является двигателем прогресса, это класса, который единственный способен изменить характер современного общества, способен достичь общества бесклассового, и для того, чтобы это сделать, ему необходимо установить свою диктатуру. Собственно говоря, в ответе, какая программная цель коммунистической партии, многие из вас остановились, к сожалению, на стадии именно диктатуры пролетариата. Надо понимать, что без диктатуры пролетариата классы не исчезнут, но вместе с исчезновением классов исчезает и сама диктатура пролетариата. Соответственно, нельзя рассматривать диктатуру как некую конечную цель. Диктатура – это средство, с помощью которого рабочий класс вначале подавляет сопротивление буржуазии, обобществляет средства производства, развивает их, развивает производительные силы, поднимает производительность труда для того, чтобы обеспечить полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. И планомерно через удовлетворение, через обеспечение вот этих факторов, через сокращение рабочего времени, через улучшение условий труда, через всеобщее участие в производительном труде, добивается того, что классовые различия исчезают. И то деление общества, которое основано на разделении труда, оно постепенно исчезает. Общество становится более однородным и утрачивается необходимость в существовании аппарата подавления. То есть государство постепенно отмирает. это не делается каким-то, скажем так, единовременным решением, каким-то указанием сверху, потому что понятно, что сделать это невозможно. Оно умирает по мере того, как перестает быть необходимым. По мере того, как перестает быть необходимым. То есть конечная цель коммунистической партии заключается в полном исчезновении классов. Вместе с классами исчезает государство, политическая борьба, демократия, кстати сказать, то есть все то, что связано с борьбой классов за власть в государстве. Вот это следует помнить, потому что если мы выставляем вперед диктатуру пролетариата и не, скажем так, показываем конечную цель, то для людей, которые не знакомы, скажем так, с полностью аримарксизма, это, конечно, выглядит немножко так угрожающе. Тем более не все, скажем так, знают, что сущность любого государства является диктатура правящего класса. Как же, вот у нас с одной стороны, вроде бы сейчас никакой диктатуры нет, буржуазная демократия, вы предлагаете диктатуру пролетариата, и на этом все. Да, неправильно. Надо рисовать более широкую перспективу, то, что действительно соответствует программным целям коммунистической партии. Ну, сегодня у нас семинарское занятие. Я рад, что присутствуете очно, несмотря на, так сказать, все сложности, которые сейчас мы переживаем. И, конечно, хотел бы послушать ваши ответы на те вопросы, которые были предложены для сегодняшнего семинарского занятия. Пожалуйста, кто хочет выступить? Ну, прошу тебя. Да, пожалуйста. Выходите, представьте. Да, надо выходить, представляться. На какой вопрос вы хотели бы отвечать? Я отвечал на второй вопрос. Попросите, представьтесь. Юркевич Евгений. Значит, я отвечал на вопрос о классификации политических партий, и также отвечал на вопрос о партиях, которые представлены у нас в Российской Федерации. Ну, если исходить из классов, то партии существуют буржуазные, мелкобуржуазные и пролетарские. То есть по отношению к классам, то есть по отношению интересов, которые они представляют в таких классах. Соответственно, на Российской Федерации у нас эти партии, то есть как буржуазные, так и мелкобуржуазные, пролетарские присутствуют. спектры буржуазных партий. Налицо у нас Единая Россия, ЛДПР, потом Справедливая Россия за правду. Это буржуазные партии. В КПРФ по всей видимости необходимо отнести к мелкобуржуазной партии. Пролетарские партии у нас, ну, там немалочисленные есть партии. В КПБ, Нины Андреевой, она практически маленькая. Потом РКРП, но, опять-таки, без РУДФРОНДА, которые не являются практически, ну, как бы, партией. Вот. И условно, наверное, можно РПР отнести к партии, но все-таки она, как бы, как общественная организация зарегистрирована. Вот. Ну, мелкобуржуазные, это я назвал как РФ, как мелкобуржуазную, такую крупную партию. А так, основная масса, наверное, партий мелкобуржуазных, очень много у нас. И они небольшие в целом. Вот. Партия «Новые люди», единственное, я не совсем, ну, я так понимаю, что она, в принципе, буржуазная. Скорее, чем мелкобуржуазная. Вот. Все, вот так вот и отвечал. Спасибо. Ну, совершенно правильно. Тогда присаживайтесь, пожалуйста. Совершенно справедливо. Вы дали основную классификацию партий, да? Поскольку в марксизме, как я уже говорил, и как мы знаем из работ классиков, классификация научная основана именно на классовой принадлежности партии. то есть партия, у нас хорошо бы, что прозвучало в начале определения партии, может быть, кто-то может дать определение партии. партия авангард-класса. Авангард-класса. Ну, хорошо, да, с места, так с места. Авангард-класса. Хорошее определение, емкое, короткое. Но, надо сказать, что как любое короткое определение, оно требует развертывания, оно требует раскрытия, да, потому что, ну, если мы говорим о пролетарской партии, то здесь все более-менее понятно, что действительно авангард это наиболее активная, наиболее боевая, наиболее сознательная часть класса, за которой идет класс или значительная часть класса, и которая способна организовать его борьбу за достижение политической власти. Здесь понятно, потому что класс прогрессивный, соответственно, партия авангард, партия идет впереди класса, ведет за собой класс. А если мы возьмем буржуазные партии, ну, во-первых, сразу бросается в глаза, что их как минимум не одна, да, то есть их несколько партий, и что получается несколько авангардов причем они идут в разные стороны. С другой стороны, есть, скажем так, более мелкие буржуазные партии, например, крайние правые партии, они, как правило, в настоящее время немногочисленны, да, потому что сторонников таких идей, в общем-то, пока, по крайней мере, явных находится немного, много, но вот уж их вообще сложно причислить к авангарду, потому что они тянут, так сказать, в бездну реакции, да, во мрак куда-то. То есть, вот, как любое короткое определение, оно требует, конечно, своего раскрытия. Кто-нибудь может дать развернутое определение партии, или раскрыть, по крайней мере, что такое авангард, в чем мы говорим о партии, как об авангарде класса, да, пожалуйста. Можете зачитать, но лучше не с места, конечно. Это политическая организация, выражающая интересы общественного класса, либо его слоя. Она является авангардом этого класса, либо слоя. Занимается достижением определенных целей данного класса, либо его слоя. Является высшей формы классовой организации. Хорошее, да, хорошее определение. Значит, если мы возьмем работы Ленина, то вот такое развернутое определение, которое бы включало все признаки, пожалуй, мы, наверное, там не найдем. То есть, оно, поскольку он находился в гуче политической борьбы и политические партии в России, вот они только организовывались, не было такой необходимости характеризовать, как-то определять эти партии досконально, потому что все партии, собственно говоря, были партиями, по большому счету, и каждая из партий, крупных, по крайней мере, партий в России, она выражала действительно интересы определенного класса или группы внутри класса, но тоже достаточно большой группы, допустим, кадетско-монархическая партия, или партия эсеров, которые выражали, партия эсеров выражала интересы мелкой буржуазии, крестьянства, причем достаточно хорошо это делало, за ней действительно крестьянство шло, мы это знаем. пролетарская партия была одна фактически, то есть это социал-демократическая партия, партия, соответственно, было вот как бы на заре, да, и в обострении, Ленин об этом пишет, что когда идет обострение классовой борьбы, то партии себя проявляют явно, проявляя свою классовую принадлежность, они проявляют это в своих программах, они проявляют это в тех решениях, которые они принимают, в тех решениях, которые они поддерживают или не поддерживают составное правительство, так сказать, на чьей стороне они выступают, в какие союзы между собой они объединяются, с кем можно объединяться, с кем нет. В период такой вот, скажем так, затухания классовой борьбы, в период реакции, когда, в период стагнации политической жизни, эти признаки, они не всегда так явно проявляются. С другой стороны, Ленин пишет о том, что программы в основном пишутся для того, чтобы дурачить публику. То есть, программа, это как рекламное объявление, но если рекламу уже люди научились распознавать, где право-то дело, что вот в отношении политических партий это пока еще не очень получается. Надо сказать, что сейчас мы видим до сих пор, что многих людей удается заморочить при помощи каких-то лозунгов, программ или положений в программе, которые вроде как отражают интересы трудящихся, на самом деле партия ничем подобным не занимается и единственная ее задача это попасть в Госдуму и получить государственное финансирование, например. Поэтому, конечно, анализ программы он важен для понимания того, какому классу служит партия, какому классу она принадлежит, но это еще не все. Надо еще смотреть, как она образовалась, какова история ее возникновения, кто, так сказать, стоял у истоков, кто лидер этой партии, с кем они связаны и, конечно, смотреть на те решения, которые партия принимает, особенно это касается решительных критических моментов истории, когда решается судьба страны. В этом плане КПРФ, конечно, она последовательно проявляет себя как пособница буржуазии, к сожалению, с самого начала, с момента ее создания, по сути дела, она идет на соглашательство сначала с Горбачевым, потом с Ельциным и дальше, так сказать, по кругу, со всеми представителями высшей органы исполнительной власти. Поэтому, конечно, с одной стороны, мы понимаем, что она вроде как по своей программе, по тем лозунгам, которые выдвигает, она партия мелкобуржуазная, но по сути она поддерживает крупную российскую буржуазию и вся эта оппозиционность есть не более чем ширма для привлечения электората. Определение партий и классификация очень важны, потому что мы должны всегда понимать, с кем мы можем заключать союзы как пролетарская партия, с кем нет. И в настоящее время, конечно, можно констатировать тот факт, что у партии рабочего класса никаких союзников, к сожалению, нет. Потому что КПРФ рассматривать в качестве союзников не приходится. классовая классификация партии это самое важное, самое крупное деление, но есть еще другие виды деления по организационному строению партии, как она устроена, как она функционирует. Есть партии, которые функционируют от выборов до выборов, к моменту выборов нагоняется какое-то количество членов партии, организуется поддержка, проходят выборы и дальше все замирает. Работает небольшой какой-то аппарат, который нужен для того, чтобы партию не закрыли, но не более того. И партия авангардного типа, в которой состоит большая часть наиболее активных членов класса, наиболее активных представителей класса и людей, сочувствующих этому классу, и которые проводят активную работу не только в период выборов, но и между выборами. И вообще, так сказать, независимо от выборов, ведут борьбу за интересы класса. Такой партией, конечно, является партия коммунистическая. Вы совершенно справедливо сказали, что в настоящее время в России представлены партии буржуазные и мелкобуржуазные, как наличные бытии. Но мы изучаем с вами диалектику и знаем, что есть такая категория в диалектике, как становление. Что такое становление? Помните? Переход бытия в мышцах и что будет делать? Да. При этом что должно быть итогом, результатом становления? Единственное бытие и что? Что это такое? Ну, в результате становления что получается? Наличное бытие. Наличное бытие, да? Наличного бытия пока нет. Коммунистической партии или партии рабочего класса. Почему мы об этом говорим? Да, сейчас в России существует достаточно много групп, которые придерживаются марксистской идеологии, групп, которые пропагандируют марксизм, групп, которые, скажем так, освещают отечественную историю в правильном ключе. Есть рабочая партия России, общественная организация, которая ведет активную работу с рабочим классом по организации экономической борьбы, в первую очередь, рабочего класса. Но пока ни за одной из этих групп не идет значительная часть класса. Мы не можем сказать, да, ни одна из групп коммунистических в России она не может похвастаться ни большой численностью, ни тем, самое главное, что за ней идет большая часть рабочего класса. Надо сказать, что ряд вот этих организаций, они, в общем-то, и не стремятся особенно распространить свое влияние на рабочий класс. Отсюда возникают разговоры о пролетариате в широком смысле, о новом, так сказать, классе служащих, даже возникают такие вот разговоры, что есть класс служащих какой-то отдельный, ну и так далее. То есть различные варианты, лишь бы не обращаться к рабочему классу и, собственно говоря, о чем это говорит? Это говорит о том, что вот понятие диктатуры пролетариата этими группами, лидерами этих групп в недостаточной степени усвоено. Это основное, собственно говоря, в марксизме. Без диктатуры пролетариата пролетариат понимается как особый класс городских промышленных фабрично-заводских рабочих в первую очередь. То есть пролетариат в узком смысле, а не просто лишенные собственности. Вот этого понимания, к сожалению, нет. И нет, соответственно, этого понимания и в самом классе, потому что задача коммунистической партии это вносить научный социализм в рабочее движение. Соответственно, если нет понимания в головах самих идеологов партийных, то что они будут вносить в рабочее движение. Ну и второе, то что, конечно, надо понимать, что условия в начале 21 века, они отличаются от условий в начале 20 века. Если в начале 20 века капитализм в России был на подъеме, все-таки, да, и промышленность развивалась, соответственно, росло число пролетариата, причем пролетариат тоже был молодым классом, активным, соответственно, то сейчас мы видим обратную картину, видим разрушение производства, упадок производства, стагнацию. Отчасти это вызвано тем, что после разрушения Советского Союза Россия встроилась в развитую капиталистическую империалистическую систему и могла она встроиться только там, туда, только на, так сказать, в роли страны поставщика сырья, и никак не в роли индустриального гиганта, и не в роли, так сказать, тем более империалистической державы. Собственно говоря, это и произошло. Поэтому вот это место, которое уготовано России в капиталистическом мире, это периферия глубокая, это обслуживание интересов развитых индустриальных стран. И переломить эту ситуацию может только российский пролетариат. Последствия для экономики очевидны, это падение промышленного производства, это отрицательный рост, как его называют наши, так сказать, правители. И это устаревание производства, это закрытие предприятий, то, что мы видим каждый день, собственно говоря. А те, которые работают, там тоже не происходит обновления основных фондов, и это отражается и на травматизме, и те вот вопиющие случаи, гибели рабочих, они, конечно, связаны с тем, что производство устарело и изношено. Устарело и изношено недавний случай взрыва на пороховом заводе. Вы видели, наверное, кадры этого видео, когда вручную с транспортера мешки с порохом рабочие взваливают себе. Вот эта картина, это даже не 20 века, это, наверное, конца 19 века, тогда еще перегружали вручную вот это все. Естественно, и старое оборудование приводит к тому, что где-то возникла искра, и все это взорвалось. Ужасная трагедия, и, к сожалению, капитализм продолжает, так сказать, пожинать жертвы среди рабочих. К чему приводит падение производства, закрытие предприятий, и вот эта стагнация, добавляется к этому еще и низкая заработная плата, приводит к тому, что и, собственно говоря, рабочее движение тоже находится в таком платентном состоянии. Мы не видим массовых выступлений рабочих, не видим забастовок. С одной стороны, понятно, что есть сложность проведения официальной забастовки, потому что забастовочное законодательство в России одно из самых репрессивных в мире. Но вместе с тем мы не видим большого числа и нелегальных забастовок, каких-то приостановок работы, то, что можно было делать, допустим, при невыплате заработной платы. К сожалению, рука об руку идет развитие экономики, рост производства, рост рабочего движения. Это мы видели и в конце прошлого века, потому что для капитализма свойственна цикличность, при подъеме производства идет рост рабочего движения. Требования легче выдвигаются, и капиталисты становятся сговорчивыми, потому что у них потери идут от остановки производства. А сейчас наши российские капиталисты зарабатывают в основном не на росте производства, а на его разрушении, потому что выгоднее завод закрыть, землю продать под застройку, чем действительно вкладываться в развитие производства, в создание каких-то новых мощностей. Ну, и здесь немаловажен тот факт, что активный пролетариат и многочисленный обученный пролетариат, конечно, российской буржией сейчас не нужен, потому что все эти люди практически вышли из Советского Союза, они многие учились теории марксизма, так же, как их кураторы на Западе, соответственно, они знают, что пролетариат является могильщиком капитализма, поэтому всячески сдерживают его развитие. Но, тем не менее, это не снимает с повестки дня необходимость организации пролетариатов класс, необходимость создания партии рабочего класса, для того, чтобы мы могли говорить о том, что партия рабочего класса есть уже как наличное бытие, конечно, за ним должна идти значительная часть класса. Эту работу надо продолжать осуществлять, и здесь единственный путь, это работа на предприятиях, это работа непосредственно с рабочими, это организация и помощь им в экономической борьбе, потому что вся борьба начинается, собственно говоря, с борьбы за насущные интересы, прежде чем переходить к борьбе за коренные интересы, необходимо, как это называется, потренироваться немножко, прежде чем свергать буржуазию в целом, необходимо хотя бы вырвать у своего работодателя заработную плату, нормальные условия труда и сокращение рабочего времени. Современная Россия еще имеет некоторые особенности, но вот если говорить вкратце, то мы, конечно, характеризуем партии, которые находятся в парламенте как буржуазные, это совершенно справедливо, они действительно защищают и отстаивают интересы российской буржуазии, те, которые защищают интересы не российской буржуазии, они в парламент у нас сейчас не попадают, в счастье, хотя было время, когда попадали. Но, тем не менее, в полном смысле можем ли мы их называть партиями, не есть ли это все некая имитация политической жизни, потому что, вы знаете, самая крупная партия у нас какая, самая могучая, так сказать, представленная наиболее широко в Думе. Единая Россия. Единая Россия, да. Ну, вот, если мы так вот посмотрим списочный состав партии Единой России, там много представителей крупной буржуазии или людей, которые, скажем так, сделали себе какую-то политическую карьеру. Ну, наверное, не очень много, да, мы там нарушим, зато там есть певцы, там есть танцоры, там есть спортсмены, там есть разного рода деятели, которые, ну, просто засветились, скажем так, в общественном пространстве. Если спросить этих людей, а, собственно говоря, вы за кого-то, почему в партии, недавно выступал певец такой, Денис Майданов, человек прямо сказал, это же партия Путина, поэтому я там. Ну, это все, что тут говорить? То есть, понятно, что это некая такая структура, которая обслуживает просто интересы исполнительной власти, да, потому что все законотворчество, по сути дела, оно спускается в Думу из исполнительной власти, и задача все это благополучно принимать. Соответственно, остальные партии, они там пытаются как-то, сказать, завоевывать электорат, но тоже мы видим, что достигнут некий консенсус и большого, больших отклонений, скажем так, в числе избирателей, которые за них проголосовали, и той доли, которую они занимают в Думе, мы не видим. То, что касается партии «Новые люди», ну да, вы совершенно правы, что партия, конечно, буржуазная, естественно, никакая нет. Если посмотреть их программу, то свобода предпринимательства, снижение налоговой нагрузки, обеспечение демократических свобод, то есть, в принципе, понятно, что, когда речь идет о снижении налоговой нагрузки, уменьшении роли государства, регулировании экономики, то это, так называемая, либертарианская партия, они исходят, выступают с позиции того капитализма, которого уже нет. Это капитализм свободной конкуренции и утопично пытаться, так сказать, внедрить его в мир, где властвуют монополии, где монополии срослись с государством, то есть, в империализме. Все это такого рода фэнтези буржуазное, как фэнтези, это отражение феодализма в буржуазном мире, а это вот разновидность фэнтези, когда говорят о том, что возможен свободный рынок, возможна свободная торговля, ну и, так сказать, другие свободы, которые из этого проистекают. Государство может искусственно, скажем так, создавать, борясь с монополиями вроде как-то, их разъединяя, ну это вы же понимаете, что этот прием разделения единого предприятия на множество мелких использовался еще в конце позапрошлого века, в начале прошлого века, когда монополии только стали формироваться. И Ленин об этом писал, что это служит для запутывания бухгалтерии, в основном для того, чтобы можно было благополучно уклоняться от налогов и скрывать истинные доходы. На самом деле эти мелкие предприятия, они все связаны в единый хозяйственный механизм и служат одному и тому же капиталу. Но, тем не менее, эти идеи, как вы видите, они популярны. Почему они популярны? Потому что критика капитализма, капитализм никому не нравится. Его критикуют и справа, и слева. Ну вот, те люди, которые, скажем так, искренне любят капитализм, считают, что он дает свободу в отличие от тоталитарного, так сказать, коммунистического режима, вот они как раз разделяют подобные идеи, что все дело в монополиях, что надо монополии убрать, надо убрать государство, потому что государство мешает свободной торговле, ну и, соответственно, капитализм светит пышным цветом, будет все так, как при бабушке, как сказал один из царей наших. Ну не будет, естественно, так, как при бабушке, потому что возврата к этому времени нет. Возвращаясь к Единой России, это вот из всех партий, если откроете их официальный сайт, вот самая невнятная программа, самая такая, ну как бы, короткая и невнятная программа, это вот как раз у Единой России, хотя, казалось бы, это крупнейшая партия, у нее должно быть все, так сказать, прочет, четко по полочкам расписано, разложено. Вот партия «Новые люди», они наоборот, у них очень проработанная программа, такая, вся, прям, длинная, устав, проработан и так далее. То есть, чувствуется, что люди подошли ответственно к этой работе по партийному строительству, ну и получили, так сказать, все-таки результат на выборах. «Чем это нам грозит вот такая политическая система? Тем, что реальной политической жизни нет, и реальных политических партий, на которых, скажем так, можно было опираться, их тоже нет, по большому счету. Все держится на личности одного человека. Понятно, что он выражает интересы правящего класса, даже, скажем так, определенные узкие группы в этом классе, которые диктуют, собственно говоря, определяют политику в государстве. но понятно, что такая политическая система, она не может быть устойчива. Устойчива было время, когда можно было выработать, но это время упущено. К сожалению, для них, для нас, может быть, это будет благом, потому что кто-то должен подхватить брошенное знамя демократии, как в свое время говорил Сталин, не кто-то должен подхватить, а пролетарские коммунистические партии должны его подхватить. Ну, и здесь тоже самое история повторяется. В первый раз буржуазию власти продержалась 9 месяцев, в этот раз она продержалась подольше, но только потому, что паразитировала на так сказать том экономическом могуществе, которое было создано за годы советской власти. Но эта власть когда-нибудь закончится. Кто желает ответить на четвертый вопрос, что такое политический спектр? Отчасти мы уже рассмотрели. Какие бывают партии? партии? Партии центристы? Да, пожалуйста. У меня в связи с вопросом вопрос, но я признаю честно, что запутался в расписании, не готовился к себе, эти два вопроса, посвященные спектру, они меняют немножко смятение. Насколько важно нам разбираться в спектре? Насколько это академический вопрос и все-таки имеют прикладное значение? Вот я вижу может быть два для нас положительных момента. Первое это разбираться в партиях, в общем списке партий для того, чтобы иметь возможность с кем-то сплотиться для достижения какой-то узкой цели. А второй момент это разбираться в них достаточно досконально уверенно, чтобы иметь возможность по-большому не заключать, проводя просветительскую какую-то деятельность. И вот важно это или не важно? Первый мне кажется важный, а второй важен или не важный момент? Мы же не будем тратить силы и время. А так, чтобы как-то это представлять графически, я думаю, это очень бессмысленно. Ну, если чисто с первого спектра заходить, как понимание спектра. Спасибо. Спасибо вам. Вот вы предвосхитили немножко вопрос, скажем, комментарий, который я планировал дать именно по данному вопросу. Действительно, зачем мы рассматриваем политический спектр? Какое это имеет значение в настоящее время? Ну, мы знаем, что, да, коммунистическая партия сейчас как наличное бытие отсутствует в Российской Федерации. А остальные партии буржуазные и мелкобуржуазные, ну, какая разница, какие они по большому счету, да, вроде как не важно. На самом деле, конечно, важно, потому что буржуазные партии тоже отличаются по своей направленности, по идеологии, по той степени вреда, скажем так, которые они могут нанести обществу в целом и рабочему классу. Ну, наверное, не вызывает сомнения, что партии крайне правые, партии фашистские, примыкающие к ним монархистские партии, они тянут общество назад, они наиболее реакционные, и, конечно, в первую очередь нужно разоблачать позицию вот этих партий, она наиболее опасна, но в то же время мы знаем, что были периоды в российской истории в меньшей степени, но в истории той же самой Германии, когда эти воззрения были очень популярны, и, в общем-то, в условиях ухудшения условий жизни, в условиях, когда люди, скажем так, страдают и ищут выход из сложившейся ситуации, я не исключаю такую возможность, что эта идеология может стать популярной и в России, да, она, конечно, не будет поддаваться под флагом национализма какого-то крайнего, там, человеконенавистничества, но идеология солидаризма, идеология, так сказать, единения классового перед лицом либо внешнего врага, либо внутренних проблем, давайте сплотимся, классовые различия не важны, то есть, вот, ну я закончу, потом прокомментируйте, то есть, эти вещи, они уже, собственно говоря, звучат, искусство буржуазии, они постоянно звучат, но пока они еще не приобрели характер господствующей, скажем так, государственной идеологии, потому что у нас в Конституции вообще записано, что у нас никакой идеологии нет, ну так вот не бывает, не бывает государств без идеологии, но тем не менее на государственном уровне это пока, скажем так, делаются попытки пропаганды, но они настолько неуклюжие, собственно говоря, и довольно быстро разоблачаются, но тем не менее, я могу сказать, что даже вот небольшая выборка людей, людей, если мы возьмем не свое, скажем так, окружение, с которым мы привыкли общаться, то есть люди, которые разделяют наши взгляды, а возьмем случайный выбор людей, ну допустим, возьмите там людей, с которыми вы учились вместе в школе или в ВУЗе, закончили в одно время, и вы посмотрите, что там достаточно широкий спектр воззрений, в том числе есть люди, которые разделяют и либертарианские взгляды, есть люди, которые придерживаются, ну если не откровенно фашистских, то во всяком случае близких к этому взгляду, то есть все эти настроения, все эти идеологии, они так или иначе в обществе присутствуют, поэтому очень важно понимать, когда мы сталкиваемся с какой-то политической партией, куда она может привести, и вы совершенно правы, что разоблачать вот эти поползновения к фашизму прежде всего, потому что это основная опасность, собственно говоря, открытая террористическая диктатура наиболее реакционов кругов финансового капитала. Сейчас она открыто не звучит, но я могу сказать, что лет десять назад, например, по радио у нас выступали откровенные фашисты, настоящий был такой у нас Михаил Леонтьев, да, вот у него был кореш, как его звали, Михаил какой-то тоже бизнесмен, который ведет бизнес в Америке нефтяной промысл, что-то в этом роде, а здесь он, значит, занимался политической борьбой. Он просто заявлял, например, что надо ввести имущественный ценз на выборах, например, да, что, дескать, если вы деньги не зарабатываете, то нечего вам и голосовать. И дело совершенно откровенно говорил о прямой демократии вооруженных людей, например. То есть вы видите, что сейчас этого нет, сейчас, так сказать, открыто это не звучит, но тем не менее такая возможность есть и такие варианты прощупывались. У нас хорошая прививка от фашизма, но это не значит, что он не может все-таки у нас возникнуть. Несмотря на отсутствие, так сказать, отечественного крупного финансового капитала, найдется другой финансовый капитал, иностранный. Потому что мы знаем мало примеров, когда иностранный капитал устраивал фашистские перевороты в странах той же самой Латинской Америки, сплошь и ряд приводили так сказать ставленников крупного финансового капитала к власти и фашистские режимы существовали какое-то время. Другое дело, что это неустойчивая форма по сравнению с буржуазной демократией, она не может вечно, так сказать, существовать, но вреда может нанести немало. то, что касается союзов, ну вот в данный момент такого союза с, скажем так, союз, я уже говорил о том, что союз явно с кем-то не просматривается, несмотря на то, что у некоторых партий в программе есть хорошие вещи, допустим, той же самой справедливой России, например, у них большой раздел, посвященный союзной борьбе, облегчению забастовочного законодательства, где эти законопроекты, мы их не видим, то есть по идее это если партия действительно добивается каких-то улучшений в интересах класса, в интересах трудящихся, то это должна быть постоянная работа, то есть да, сегодня не прошло этот законопроект, завтра он должен появиться в другом виде, в каком-то, ну как минимум, если это работа парламентская, и не говоря о том, что работа с профсоюзами той же самой «Справедливая Россия» ведется в духе соглашательства с работодателем, к сожалению. Если мы возьмем КПРФ, то у них, например, вопрос о забастовках вообще в программе никак не стоит. То есть мы, там есть фраза, что мы поддерживаем все выступления, в том числе забастовки, там, митинги и так далее. Конкретно вопрос облегчения забастовочного законодательства, КПРФ не ставится. Хотя, казалось бы, если они позиционируют себя как коммунистическую партию, то вопрос о забастовках это коренной вопрос. Потому что забастовки это путь к советам, а советы это путь к тому народовластью, о котором они все время нам говорят. Если нет забастовок, не будет советов. Потому что советы формируются именно как революционные органы из представителей забастовочных комитетов. Но, опять-таки, мы должны понимать, в какой части спектра находятся те или иные партии. понимать, что, допустим, справедливая Россия находится левее единой России явно, хотя бы по тому, что они декларируют. Или, например, возникают партии зеленых, например. То есть некоторые относят почему-то экологов к левым партиям. А какое отношение они имеют к левым? Они выступают что, за улучшение жизни людей? Они выступают за деиндустриализацию, за там декарбонизацию, за то, чтобы люди замкнулись, так сказать, в своих национальных границах, никуда не выезжали. И, как сказать, убей бобра, спаси дерево. Логика это примерно такая. Если следовать их логике, то человечество должно самоуничтожиться, тогда природа вздохнет спокойно. Поэтому это партии где-то, которые около центра находятся и даже больше, может быть, ближе к дарифуи, к праву, вправо, потому что мы знаем, что многие эти экологические движения, типа Гринписа, они прекрасно используются для борьбы с национальными экономиками, для того, чтобы поддерживать развитие. Та же самая декарбонизация, что для этого делать? Ну, деиндустриализироваться. То есть, есть страны, которые можно выбрасывать сколько угодно диоксида углерода, типа Соединенных Штатов Америки, а вот вам нельзя, например. Россия давно уже на 100 лет вперед перевыполняла план по декарбонизации, разрушив собственную экономику и собственное промышленное производство. Поэтому мы должны понимать, с чем мы имеем дело. То же самое касается партии левого толка, допустим. Понимать, насколько они левые, доходят ли они в своей левизне до признания диктатуры пролетариата или нет. Если они не доходят, значит, они остаются в лучшем случае партиями мелкобуржуазными. Вот для этого надо изучать спектр политический. Нечего от меня вынудили ответить на этот вопрос хитростью. Вы хотели что-то дополнить? Ну да, по поводу продвижения идеи тут речь Путина набалдай была, а до Путина Кирилл, наш великий, высказался тоже, что коммунизм плохо, капитализм плохо. Что-то вылезло традиционализм, солидаризм, объединяться всем, отгораживаться, какое-то новое знамя поднять там попахиваться словным обществом, явно прогресс. В общем, тут удивляться не приходится, они питаются определенной идеологией, идеология это, собственно говоря, характерна была для поверженного класса буржуазии в начале прошлого века, то есть это реакционная идеология, если вы, даже название их ведущей партии «Единая Россия», откуда этот лозунг-то взялся, если посмотрите, был в свое время, такой лозунг выставлен добровольческой армией, за «Единую Россию», можно погуглить, найдете плакат, там такой всадник, так сказать, типа богатыря, за ним развивается триколор, и вот он, значит, красного змея сокрушает, лозунг за «Единую Россию», так что тут, вот оттуда все это идет, поэтому Путин сказал, не то, что ему капитализм не нравится, ему нравится современная модель капитализма, что она, дескать, изжила, но а что они будут, ничего, честно говоря, строить-то они ничего не будут, потому что никаких идей нет, собственно говоря, но опасность есть, опасность всегда есть, реакция, мы знаем, что у нас был период краткосрочной фашистской диктатуры, так что это нельзя сбрасывать с счетов. Говоря о политическом спектре, я еще бы хотел упомянуть такой аспект, ну, во-первых, всегда мы должны два момента рассматривать, когда мы говорим о право-лево, значит, первый момент это отношение к собственности на средства производства, но здесь коммунистическая партия только находится далеко, скажем так, да, другой галактики остальных, это остальных партий, потому что остальные партии не буржуазные, мелкобуржуазные, они вопрос собственности на средства производства не затрагивают, значит, не затрагивают основ капитализма. Второй момент, то, что отличает партии правой от левых, это все-таки отношение к распределению, да, то есть распределению произведенного продукта. Чем больше партия предлагает разъемно продукта дать худящимся, все-таки тем она ближе, наверное, к левому краю находится, хотя это тоже не всегда, не абсолютный, скажем так, признак. Ну и, наконец, конечно, права и свободы демократические, то есть насколько партия ограничивает, или, по крайней мере, декларирует ограничение, разделение людей по имущественному признаку, там, по признаку религии, национальности и так далее. То есть все, что способствует, все, что в программе или в действиях партии способствует разделению людей, конечно, сдвигает эту партию вправо. Мы должны понимать, что националистические партии, они, конечно, это партии права, несмотря на то, что они могут произглашать какие-то идеи, даже обобществление имущества и так далее. И еще один аспект, на котором я хотел бы остановиться, говоря о политическом спектре, иногда к этому политическому спектру добавляют еще одну ось, кроме право-лево, значит, то есть ось фашизм-коммунизм, добавляют ось какую? В этот раз я не встретил в ответах, видимо, то ли не дочитали в этом разделе в Википедии, то ли решили не помещать вертикальную, как бы, да? Но это вот ось демократизм-тоталитаризм, так называемая, да? Зачем эта ось была введена? Есть партии, которые придерживаются демократических принципов, да, то есть свобода выбора, свобода того, свобода сего, печать, слова, а есть тоталитарные режимы, которые, значит, угнетают свободу, нет свободы выбора партии, нет свободы религии, так далее. но это не так важно. Главное, что... Какие нам может получиться? Как знаток, понимаешь? Не помню, сейчас я говорю, где они, сверху или снизу, но это же условно, понимаете, да? Главное, что это два полюса, и у тех, кто продвигает вот это наличие второй оси, у них получается, что фашизм с коммунизмом, они вот где-то сходятся. Тогда становится понятно, для чего это сведено, для чего это вводится, для того, чтобы показать, что, несмотря на идеологические отличия, то есть, наличие в каких-то установках, но это одно и то же. Диктатура. И этот прием используется широко понятно в каких целях. Для того, чтобы людей оттолкнуть от коммунизма, хотя мы знаем, что они противоположны полностью. Прежде всего, потому что, во-первых, отражают идеологию и политику противоположных классов, то есть, буржуазии и пролетариата, но и, во-вторых, они в отношении демократии совершенно противоположны, потому что на самом деле коммунизм это высшая форма демократии, в отличие от фашизма, который представляет себе открытую террористическую диктатуру финансового капитала. Мне кажется, нам надо сделать перерыв. Перерыв. реваншизм в этих высказываниях, что Путин, что они смотрят на то, что было в начале XX века, то есть проигрыш все буржуазии, так они понимаете, они же никак исторически не связаны с той буржуазией. Как они с ней связаны? Поэтому можно говорить о реваншизме если потомок какой-нибудь Рябушинских, Морозовых, вот он стремится к реваншизму. Но эти-то люди никакого отношения к прошлой фазе российского капитализма еще то есть это они просто ну должны заполнить некий вакуум идеологический ничего путного выработать не удается потому что приходили они к власти на волне антикоммунизма вся идеология была отрицанием отрицанием коммунизма сейчас это продолжается не в таком оголтелом виде как это было скажем так в середине 80-х 90-е годы но ты не можешь стоять на отрицании вот коммунизм разрушен ты должен что-то позитивное предложить а тебе предложить нечего ты не можешь предложить мало того что и жизненные людей не можешь наладить ну и так сказать идеологически и как-то оправдать это вот и поэтому постоянно идут упреки в адрес советского союза что то сделали неправильно это неправильно развалили так сказать бомбу заложили и так далее а вы что 30 лет делаете а вот на волна это шли деком зато он такой тем что большевики они хотели обществить женщин там куриц вот а допустим ну естественно это ничего не произошло и все это описает а вот допустим в капитализме если так на кнопке сматкется все-таки на кнопке произошло безвеленное обществление тексту с самой женщины где когда капитализм да если ходишь по городу очень-очень много столбов то есть женщина в принципе стала доступна она стала давать или это не так ну вообще по тому что общность жен вели капиталисты это написано у Маркса в манифисте с Энгельсом вот потому что он пишет о том что недовольствуются капиталисты тем что так сказать таскают жен и дочерей друг у друга но они посягают на жен рабочих вот поэтому понятно что но это в каком смысле об обществлении в том смысле что это отход от традиционной морали от нравственности традиционной понятно что допустим при феодализме такие вещи если встречались то они были по крайней мере глубоко где-то запрятаны если это всплывало наружу все это скажем так заканчивалось плачевно для обоих сторон капитализм он да он характеризуется тем что все что можно превратить в товар приобретает иррациональную форму товара или услуги как в данном случае ну товар в прямом смысле есть тоже есть торговля людьми вы знаете же есть трафик это серьезная проблема на самом деле составляет молодых женщин похищают и продают в рабство да то есть это все есть естественно это но говорит о том что это общественное это тоже частное это частное только собственность группы лица эти обвинения понимаете это же звучало еще во времена Маркса это все это все настолько протухшие так сказать расхожие домыслы которые ну действительно правильно Александр Сергеевич сказал что стыдно транслировать вот это все стыдно это просто показывает дремучее невежество тех людей которые готовят ему речи вот и все это уже не работает вот так вот в лоб потому что сразу найдется десяток людей которые скажут что это полная чушь одномоментно и каждый раз не знаю может быть это либо это действительно тупость либо пытаются дискредитировать как-то кто про калоши что-нибудь скажет которые только африканцы покупали трудом правда представлять зачем вам калоши по песку по песку не очень удобно ходить в калоши еще кажется у нас двигатели не производятся для судов хотя был такой брянский мотор так сказать не делал много чего у нас перестало производиться конечно надо ничего не делать и ничего перестало даже продукция российского автопрома советского автопрома она тоже благополучно экспортировалась даже запорожье сколько я помню чуть не до перестройки экспортировался например Нива это вообще самый самый популярный кроссовер в Великобритании до сих пор я уж не говорю про военную технику и так далее ну это понятно для чего это делается чтобы упроводить так сказать то что сейчас гоним нефть газ металл вместо того чтобы себя строить что-то производить и продавать товары с высокой добавленной стоимостью и тот аргумент что нефть это тоже высокотехнологичная промость мы его не ладушками черпаем но как-то слабенько звучит потому что оборудование которое которое вы черпаете оно тоже не ваше произведено не в России не ваше что уже износ основных водов составляет порядка то ли 51 то ли 54 процента это значительно больше конечно нет больше значительно причем темпы обновления они настолько малы что оно не обновится и за сто лет не обновится вот в чем дело износ крайне большой конечно по большому счету это означает что мы в ближайшем будущем будем жить в эпоху техногенных катастроф мне кажется что мы уже живем в эпоху техногенных катастроф на наличие мы там в больших категорных что там включили ну да там старое хранилище прорвало это даже можно даже не забегая так сказать далеко в промышленность посмотреть по состоянию ЖКХ постоянное латание дыр это постоянный так сказать прорыв только что проложенных труб и так далее потому что новые районы там новые здания строят подключаются к старым коммуникациям все это не выдерживает так товарищи кто может ответить на вопрос сколько может быть коммунистических партий кто готов ну так вот ну что одна и все а можете развернуто ответить на этот вопрос почему может быть одна коммунистическая партия вот например это ставили в упрек все время коммунистам что дескать на западе там многопартийная система двухпартийная хотя бы две партии почему не сделать две коммунистические партии которые будут соревноваться между собой которые кто из них лучше соответствует так сказать защищает интересы рабочего класса и может быть более устойчивая была бы система чаще больше политические идеи то есть вы рассматриваете партии рабочего класса так же как и партии буржуазные то есть то что у них слово расходится с делом получается так что они ведут политику на самом деле не в интересах рабочего класса а в каких-то собственных личных интересах с рабочим классом заигрывают для того чтобы получить голоса на выборах я просто говорю о том что вот это вот она будет уже не внутри партийная борьба а меж партийная борьба получится то есть мы переходим к тому же самому формоментаризму кто может прокомментировать если у нас будет например две коммунистических партии то либо они будут соответствовать обе они обе коммунистические они тогда сольются в одну либо одна из них не будет соответствовать понятию коммунистические и тогда одна будет коммунистическая другая уже нет да пожалуйста Буржуазных партий может быть бесконечное множество, потому что цель каждой буржуазной партии – это обеспечение собственного благополучия, благосостояния. А коммунистических партий, если будет даже несколько, у них все равно будет одна и та же цель – обеспечение полного благосостояния всех членов общества. Кто еще хочет? Ну, я тоже считаю, что коммунистическая партия может быть идеологически одна, но их может быть много в рамках национальных, пока существующих государств, обладающих суверенитетом. Потому что все-таки цель на первом этапе – это в рамках границ существующего государства, а так как у нас весь исторический процесс показывает, что идет глобализация, – ну, прямо в древнейших временах, это прямо видно, то этого избежать невозможно. Поэтому, наверное, существование коммунистических партий национальных, оно объективно возможно, потому что требуется учитывать особенности на конкретно взятой территории, со служившимся народом – или он моноэтнический, или он полиэтнический, но все равно культурные особенности необходимо учитывать. А уже на следующем этапе, когда интернациональное движение будет иметь место, ну, не только как провозглашенное, а действительно осуществляющееся, тогда уже возможно вновь слияние разных националистических и коммунистических партий, ну, в одну какую-то. Интернациональное, только не националистическое. Интернациональное, национальное, да. Поддерживаю предыдущего ответчика, что если партия придерживается одной цели, то совершенно необязательно наличие двух партий. Цель одна – зачем растрачивать силы? На борьбу межпартийного, вот сказанного, на согласование вдруг необходимое какое-то. Все нужно делать внутри. Хорошо, спасибо. Вот здесь мы видим несколько аспектов. Во-первых, коммунистическая партия – это авангард рабочего класса. У рабочего класса есть коренной интерес и есть интересы насущные. Что является коренным интересом рабочего класса? Уничтожение частных ресурсов. Ну, частные собственные средства производства, но этого недостаточно. Например, в СССР частной собственности на средства производства не существовало. Но это не гарантировало рабочий класс, вот есть сабрации капитализма. Ну, вообще затирание классов. Создание бесклассового общества. Бесклассовое общество. А что значит для рабочего класса бесклассовое общество? Ну, чтобы над ним не давлел следующий класс работников функционального труда, которые себя очень хорошо уделяют. Бесклассовое общество – это общество без классов. Бесклассовое. Рабочий класс тоже перестает существовать. Коренной интерес рабочего класса в том, чтобы перестать быть рабочим классом. Рабочий класс должен раствориться в обществе. Каждый должен нести свою долю производительного труда и непроизводительного труда. То есть рабочий класс исчезает, растворяясь в обществе. Соответственно, это делает ненужным и политическую борьбу, и политическую партию. Пока этого не произошло, пока не устранены полностью классовые различия, должна существовать и партия рабочего класса. Но это единый общий интерес у каждого рабочего. То есть каждый рабочий заинтересован в том, чтобы перестать быть рабочими, чтобы не было рабочего класса вообще. Ну не в том смысле, в каком его понимают российские капиталисты, чтобы не было производства и люди на подножном корму находились в виде самозанятых. А в том смысле, что все общество выступало как ассоциация производителей. Каждый участвовал и в производительном труде, и в непроизводительном труде. И в управлении государством. Ну не в управлении обществом, скажем, в общественном самоуправлении. Потому что государство, естественно, тоже к этому моменту перестает существовать. И то, что Коммунистическая партия одна, как раз определяется в первую очередь вот этим единым коренным интересом рабочего класса. Соответственно, единство интересов ведет и к организационному единству. Почему у буржуазии несколько партий? Потому что всегда есть несколько групп внутри буржуазии, которые каждый преследует свои частные интересы. То есть это общество частного интереса, да? Никакого сверхимпериализма быть не может, когда остается одна монополия, и она все, так сказать, диктует. То есть это вот каускианство так называемое. Соответственно, поскольку даже при государственно-монополистическом капитализме остается несколько крупных монополий, каждый из них преследует свои интересы. Что, соответственно, делает необходимым защитывать этих интересов посредством политических партий. Что мы и наблюдаем в крупных развитых капиталистических странах, собственно говоря. С рабочим классом ситуация другая. Соответственно, общность интереса приводит к тому, что и идейно, и организационно это должна быть одна партия. Что касается внутрипартийной борьбы, то она происходит по другим причинам. Она происходит из-за того, что кроме коренного интереса, у рабочего класса есть и насущные интересы. С одной стороны, они насущные, то есть они необходимы, их решение важно, но они не должны приноситься в жертву коренному интересу решения насущных вопросов. Потому что решить в полной мере эти насущные вопросы можно только решить коренной вопрос. Пока он не решен, насущные вопросы будут решаться постольку, поскольку. Если они выходят на первый план, выпячиваются, это как раз приводит к возникновению внутрипартийной борьбы. Ну и, конечно, нельзя исключать, пока капиталистическое окружение сохраняется, это влияние капиталистического окружения, это проникновение, так сказать, противоположной идеологии, к сожалению, особенно в тех случаях, когда партия не очень хорошо изучает и исследует свои теории, собственно, марксизма. Вот таким образом. Ну и, конечно, то, что касается национальных партий, тут вы совершенно правы, потому что, несмотря на то, что, как писал паркс, у рабочих нет отечества, но оно нет не в том смысле, что у нее нет родины, в том, что гнет интернационален и враг, так сказать, интернационален в буржуазии, но в первую очередь, конечно, рабочему классу конкретной страны необходимо будет справиться со своей собственной буржуазией. Поэтому исторически и организационно возникает в начале партия национальная, ну а лозунг коммунистов, пролетарии всех стран, соединяйтесь. И, конечно, братские коммунистические партии, они будут создавать союзы, и мы знаем, что это было в истории Коминтерн. Да, но, тем не менее, до, скорее всего, до полного коммунизма такой, наверное, единой партии, которая бы охватывала весь мир, скорее всего, не будет. Скорее всего. Ну, это вопрос далекой перспективы, поэтому сложно, сложно, да. Конечно, совет, естественно, что организована будет экономика и вся жизнь общественная совершенно по-другому, не так, как сейчас. Ну, это уже, как говорил Ленин, это дело будущих поколений, там будут жить люди не глупее нас, разберутся, как это делать. Так, ну что, товарищи, мы рассмотрели все вопросы. Да, пожалуйста, в чатах. Да, пожалуйста. В чатах отличаются фашизмом и фанцизмом? Хотелось бы встречать их объединение. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, сфермистически настроенных представителей крупного финансового капитала. Это определение Димитрова. Что касается нацизма, то нацизм – это фашизм, плюс еще с ярко выраженной националистической идеологией, с ярко выраженным компонентом, скажем так, в идеологии, с ненавистью к другим народам своей страны и стран, так сказать, окружающих. Разница здесь именно в том, что не все фашистские страны имели вот такую выраженную националистическую направленность. Это в большей степени характерно для немецкого, конечно, немецкий нацизм. Но это по идеологии политики – это фашизм. Почему перестали выбирать депутатов по трудовых коллективам, а перечли на территориальный принцип? Здесь единого мнения по этому вопросу среди историков нет. Разные есть предположения, почему это было сделано. Одно из предположений, что таким образом было, скажем так, некоторое расширение демократии, и Конституция 1936 года должна была показать и обществу внутри страны, и миру о том, что у нас самое демократическое государство, соответственно, что мы снимаем ограничения, которые были в связи с выборами. Вы знаете, был определенный ценз, были группы людей, которые не могли быть избранными и не могли голосовать. Ну и, соответственно, такое расширение демократии на эти группы произошло одновременно с изменением характера голосования. Скорее всего, недостаточное внимание было уделено тому, что советская власть организуется именно по заводам и фабрикам. Но в условиях, когда была правящая партия коммунистическая, и она придерживалась строго марксизма и придерживалась диктатуры пролетариата, осуществляла диктатуру пролетариата, это казалось не слишком большим отступлением, скажем так. С другой стороны, и Ленин в свое время писал, что возможно, что нам придется на какое-то время отступить к парламентаризму. Это, возможно, было вызвано действительно такой вот конкретной исторической обстановкой в предвоенное время и способствовало какой-то степени консолидации общества перед войной. Но, опять же, это предположение, потому что в документах каких-то указаний, объясняющих, почему перешли от производственного признака к территориальному, нет. Возможно, еще один, могу предположить, что выборы по территориальному признаку просто более, скажем так, удобные, более управляемые по сравнению с выборами по производственному признаку. Потому что даже чисто организационно предприятия имеют разную численность. Если предприятия малочисленные и количество рабочих нам недостаточно, значит, необходимо объединяться с другим предприятием, то есть формировать производственный округ из нескольких предприятий. Когда выборы происходят на территории, здесь, в общем-то, все технически значительно проще. Есть избирательный список, у него внесены люди, знаете, сколько людей проживает, сколько депутатов, может быть, им выбрано. То есть, поскольку здесь бюрократический аппарат тоже, скажем так, свои интересы преследовал, а интересы его в том, чтобы как можно меньше, так сказать, себя утруждать, возможно, что это положение было протащено еще вот с точки зрения технического удобства этого голосования. Если точка отчета является отношением к средствам производства и распределению благ, то самая свободолюбивая или витарианская партия, она как бы вправо уходит, да, с нашей точки зрения? С нашей точки зрения, да, потому что... Они же как, слева нужны? Почему они должны быть слева? Ну, смотрите, вот... Традиционные же слева – это те, кто за свободу, а право – это те, кто за консерватизм. Ну, вот они-то выступают за свободу предпринимателей, они за свободу вообще. А что означает свобода предпринимателей? Государство не вмешивается в работу бизнесмена, не вмешивается в работу капиталистов. Это означает... Нет, я закончу мысль, я закончу мысль, да. Конечно, безусловно, экономика всегда идет впереди. Значит, снижение налогов, уменьшение роли государства, уменьшение доли государства в экономике. Значит, одно дело у вас государственное предприятие, на котором у вас действует все законодательство, да. Мы знаем, что сейчас в России даже на господприятиях нарушают то же самое трудовое законодательство. А если это господство частной, так сказать, частной собственности, вы на своем предприятии сами устанавливаете свой порядок и попробуйте что-то. Там государство не вмешивается, не регулирует ваши отношения с работниками. Значит, соответственно, вы можете закручивать гайки, как хотите, увеличивать им рабочие деньги, уменьшать заработную плату, и никто вам, так сказать, худого слова не скажет на это, да. Следующий пункт – сокращение налогов. Что означает сокращение налогов? Оно означает то, что в общественные фонды потребления будет поступать меньше денег. Значит, соответственно, меньше средств пойдет на образование, на здравоохранение, на другие социальные нужды и так далее. То есть для общества это хуже. Для предпринимателей лучше. Они получают больше дохода, естественно. Поэтому, а все остальное – это вот мишура, которая прикрывается на самом деле экономический интерес. Свобода слова, свобода печати, но сейчас что она нет, все есть это. Если у тебя есть деньги, ты можешь печатать газету, выступать по телевидению и так далее. Да, пожалуйста. То есть если у наших оппонентов будет свое объяснение вот этого распределения политических сетей, и при этом они отрицают классовое строение общества, они все равно, все равно, получается, экономическое объяснение. Вот то, что вы сейчас сказали. То есть они все равно от этого не могут уйти. Даже если они будут говорить, что классового общества нет, но все равно интерес экономический защищается. Понимаете, когда мы… Да, мы говорим о классах… А они же описают классы. Потому что мы знаем, что классы есть, да, и классы действуют в истории. Отказ от классовой теории, он вызван тем, что необходимо затушевать вот эту классовую разницу. И, конечно, любая буржуазная партия, она представляет свою позицию, как отвечающую интересам всего общества. Поэтому, естественно, что в ответ на то, что вы скажете, что вот вы сокращаете налоги, значит, соответственно, меньше получится. А с другой стороны скажут, а вот мы налоги сокращаем, значит, соответственно, производство будет развиваться лучше, и в конечном итоге вот мы сейчас заплатим меньше, а потом когда-нибудь в отдаленном перспективе заплатим больше. То же касается и, ну вот, не знаю, что сказать насчет эксплуатации, ну, наверное, просто скажу, что эксплуатации никакой нет, мы платим столько, сколько договорились. Правильно? Какая эксплуатация? Никакой прибавочной стоимости не существует. Соответственно, здесь вытаскивается вместо теории прибавочной стоимости, вытаскивается теория предельной полезности. Но вот одни производят полезные продукты, а другие, поэтому им платят много за это, а другие не очень полезные, поэтому им платят меньше, они стоят меньше. И вообще, за сколько договорились с рабочим оплачивать его рабочее время, вот это справедливая цена. А если мы будем платить больше, то мы закроем предприятие и вообще никому не дадим работы. То есть, понимаете, объяснить-то можно любую позицию. Собственно говоря, в этом поднаторели уже, так сказать, за много лет. Никто не будет говорить, что мы собираемся выжать последние соки из рабочих, не заплатить налоги и вывести все эти деньги за рубеж. Но по факту-то мы знаем, что получается именно так, потому что все, что не выплачивается в виде налогов и в виде заработной платы, все перекачивается в зарубежные банки. Все выводится. Вывод капитала-то. Каким образом происходит? Все, что идет в прибыль, все, что идет в зарплату, топ-менеджер, это все выводится из экономики. А в экономике работают те деньги, которые заплатили в виде налогов и в виде заработной платы, потому что рабочие и большинство служащих, они потребляют внутри страны, естественно. То, что потребляется внутри страны, мы с этим и работаем, так сказать. Экономика живет на этих деньгах. Поэтому, как только мы уменьшаем заработную плату, уменьшаем налоги, которые выплачивают, автоматически вывод капитала будет увеличиваться, экономика будет сокращаться, а не развиваться. В отличие от того, что высказывают эти товарищи, которые нам совсем не товарищи. Поэтому мы должны подходить с, во-первых, трезво оценивать, да, именно с позиции экономики, раз. И второе, подходить с точки зрения интересов рабочего класса, которые отражают интересы общества в целом. Общество в целом заинтересовано в том, чтобы у нас производство развивалось, заинтересовано. Хотя в любая программа, если буржуазную там, если открыть, там, конечно, будут, наверное, и положительные стороны. Такого нет, чтобы все было, так сказать, вот, черным цветом замазано. То же самое, допустим, сокращение ставки рефинансирования. Это полезная вещь, полезная. Чем она ниже. Но, опять же, как бы, это должно доходить до производства, до промышленности. Потому что все эти маневры, которые осуществляет наш центральный банк, он только способствует пока обогащению банков, на самом деле. Они на этом, да, зарабатывают, а в промышленности все скверно. Еще вопросы? Замечания? Пожелания? Да, пожалуйста. Возвращаясь к вопросу о фашизме, можно ли сказать, что фашизм неизбежно ведет к нацизму? Или это просто один из возможных вариантов развития фашизма? Ну, наверное, нет. Исторически, по крайней мере, это не так. Фашизм был в ряде стран, в Испании, в Италии, в Греции, но такого вот оголтелого нацизма, который был в Германии, этого не было. Это неизбежно. Другое дело, что фашизм всегда для рабочего класса означает усиление гнета, это репрессии, это казни, пытки и так далее. Это подавление рабочего движения. Поэтому, да, там идет в основном не по национальному признаку, а именно по классовой принадлежности, чтобы там не говорили. Что вроде как это солидаризм, но если вы не солидарны, значит, вас будут за это расстреливать. Корни немецкого нацизма, они же не только в, скажем так, не только в капитализме, это определенная культурная, определенная, так сказать, позиция людей, которые создавали вот эту идеологию. Причем это же даже нельзя назвать, что он вырос из национализма, по большому счету. Скорее всего, он, ну, я так себе, я предполагаю, что значительную роль сыграло, конечно, поражение Германии в Первой мировой войне. То есть это вот чувство национального унижения, оно, конечно, могло породить такую вот реакцию в виде ненависти к другим народам. То есть к любому явлению надо подходить конкретно исторически, да, и общего правила в данном случае нет. А колониализм можно же рассматривать как нацизм? Почему? Колониализм это определенная система взаимоотношений, скажем так, между странами. там речь не шла об уничтожении, собственно говоря, населения в колониях. Ну, отряд в Америке, что прорыва в Шеноболу, литанская идеология признала индейцев североамериканских не людьми, основываясь на учении Евангелии. Ну, если... Нет, это, конечно, к нацизму и, собственно говоря, даже к фашизму это не имеет отношения. Хотя понятно, что, ну, вот, скажем так, если мы вернемся даже в библейские времена, то такое в истории человечества происходило не раз, да, то есть люди, когда какой-то народ завоевывает какую-то территорию, где кто-то живет, то там дальше следует частичное истребление, частичная ассимиляция, то есть это, ну, это, скажем так, ход истории, ход истории. но это не носит характер планомерного истребления с, так сказать, с бухгалтерской точностью рассчитанного, как это имело место с нацистской германией, когда они просчитали экономически, как, сколько нужно вывести ресурсов, сколько людей, там, 30 миллионов должно умереть от голода и так далее, сколько можно получить выгоды от, так сказать, использования рабочей силы в лагерях, вот, то есть это целенаправленная война на уничтожение целых народов. И это явление, в общем-то, ну, пока, до сегодняшнего времени, это в мировой истории явление уникальное. Таких аналогов они имеют. И я не думаю, что, там, английские колонисты, которые заселились в Америку, они разрабатывали план по уничтожению индейцев целенаправленно. То есть, ну, говорят, что, да, там, истребили бизонов, чтобы устроить, так сказать, подорвать основы экономики индейцев. Ну, это постзнание, скажем так, я не думаю, что они там специально прямо, просто они охотились бесконтрольно, и мы знаем, что полно мест в Европе точно так же были эти зубры уничтожены, так же, как в Америке. Они дорвались, увидели стада этих животных, которые, так сказать, не боясь бегали в огромном количестве, столько мяса добыть. Вот, поэтому, да, это экономически, скажем так, более развитая цивилизация, она подавила, вытеснила, и пособствовала вымиранию менее развитой. Это, безусловно, зло, конечно, не имела характера такой идеологии и политики. А что касается колоний, в основном-то, ну, и ресурсы, использовались ресурсы колоний, а местное население в качестве рабочей силы преимущественно. Нацизм ставил другую задачу, ему там надо было освободить территории, чтобы заселить их, так сказать, работящими бергерами немецкими. Вот была задача, зачистить территорию, ну, оставить там какое-то количество в качестве рабов там домашней обслуги и так далее, но задача была другая поставлена. Да? Вопрос от Данима. Задания еще будут проверяться? Да, конечно. Я с вами смогу вчера отправить ошибку, уже знаю, спасибо. Нет, задания, все задания будут проверены, я не обещаю там, что прямо завтра все это будет сделано, потому что я стараюсь прочитывать и давать комментарии на каждый ответ, несмотря на то, что ошибки типовые достаточно, но у вас есть шанс исправить. Чем точнее будут ответы, тем быстрее я их проверю. Вопрос от Ивана Редина. Добрый вечер. Вопрос об обязательной вакцинации от COVID. Ваше мнение, как кандидата медицинских наук, вакцина реально работает? Стоит ли прививаться, если на здоровье не жаловать? Ну, многие из тех, кто умерли уже от COVID, они тоже не жаловались на здоровье, были здоровыми, крепкими людьми. К сожалению, лечение, скажем так, от тяжелых форм до сих пор не разработано. То есть, те препараты, которые применяем, они дают определенный эффект, но сказать, что у нас есть лекарство, которое мы могли вылечивать COVID полностью, да, так сказать, без последствий для организма, такого пока, к сожалению, нет. Что касается вакцинации, да, она доказала свою эффективность, несмотря на то, что сейчас появляются данные о том, что падает эффективность эти вакцины, но, в общем-то, это неудивительно, потому что вирус тоже меняется. К сожалению, чем дольше мы затягиваем с созданием иммунной простойки в обществе, тем больше будет меняться вирус, и тем более он будет становиться более агрессивным. Потому что, проходя через организм чувствительных людей, да, он меняется, и свойства его, так сказать, его вирулентность, то есть, его свойства повреждающие, они усиливаются. Поэтому, в общем-то, чем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет, а естественным путем это, как уже очевидно, всем, наверное, кто, так сказать, наблюдает эту ситуацию с самого начала, понятно, что этого не получится. И мы знаем, что в живой природе тоже этого не происходит. Коронавирус, в общем-то, не новая история, допустим, есть, ну, ближайшие наши, так сказать, спутники. У кошек, например, он в диких популяциях, кошек, он встречается, но это другой коронавирус, это не наш, не человеческий, не фон. Но, тем не менее, они постоянно друг к другу заражают, постоянно болеют, они не приобретают комплективный иммунитет, естественным путем выработать это не получится. И пример других инфекций человеческих, он тоже, в общем-то, тоже вирусных показывает, что так оно и происходит. Пока не было массовой иммунизации от кори, от полиомиелита, от оспы, все эти вирусы, они, так сказать, косили людей, люди болели, но никакой коллективный иммунитет не формировался. Это можно сделать только полномерно, вводя вакцину большому количеству здорового, преимущественно, населения, потому что больных это нельзя, конечно, имеющих противопоказания вакцинировать нельзя. А сейчас складывается ситуация парадоксальная, потому что часть населения вакцинирована, а часть нет. Соответственно, мы знаем уже, что вирус может циркулировать в организме вакцинированного, при этом сам он может не болеть, но выделять вирус. Так же, как было в первую волну, те люди, которые переносили бессимптомы, они благополучно вирус передавали. Поэтому сейчас получается, что если мы дальше будем затягивать, то вот мало процентов вакцинированных это, скажем так, оказывается хуже, чем если бы не было их вовсе. Вот в чем дело. Поэтому надо вакцинироваться. Что касается обязательности, ну, есть страны, скажем так, где не задавали вопросов людям, будут ли они вакцинироваться или нет. Например, в Китае. И, как мы видим, у них там, если 140 случаев на страну, это считается уже большая вспышка. А у нас по Петербургу там 700 человек в день, 800 заболевает. Ну вот и делайте выводы. Надо же смотреть на реальные результаты. В Израиле все население практически полностью вакцинировано 6,5 миллионов. И как-то не видно массового падежа, да, так сказать, вымирание населения, чем нас пугают. Понятно, что есть недоверие большое. Ну, то, о чем мы сегодня говорили, да, ведь это реакция не на прививку, не на обязательность, а на то, что у людей, скажем так, люди, которые доведены до края, им еще вот у них посягают на их личное пространство, на свободу, выбора. Последнее. Это, так сказать, последний очаг сопротивления. Уже все отобрали там. Зарплату, условия труда, отдых, пенсионный возраст, и теперь еще, так сказать, лезут с вакциной. Конечно, какое доверие к нынешнему правительству? Ну, никакого, его нету. Поэтому я вот рассматриваю эту историю именно как проявление такого протеста последней линии сопротивления. Но, к сожалению, это неразумно. То есть, это не то, скажем так, с чего надо начинать бороться с правительством. Потому что в данном случае оно-то действует как раз в интересах населения. это дело хорошее в форме исполнения. Дело хорошее, но даже дело не в форме, а дело в том, что два момента. Первое, отсутствие доверия полного к правительству, а второе, постоянное шарахание с антиковидными мерами. Это мы вводим, это мы не вводим. и зависимость, скажем так, вводимых в меру от политической конъюнктуры. Когда у нас выборы, значит, ничего не вредно, все нормально, все разрешено, все хорошо. Выборы прошли, сразу, так сказать, у нас и болезнь, и все, и так далее. Все плохо, и все ужасно. Заметьте, перед выборами никакой обязательной вакансии не вводилось. Понятно, чтобы электорат не отпугнуть. Вот и все. А если сделано прививка, стоит ли еще раз делать не вводится в полгода? Рекомендации сейчас такие, что в период эпидемии раз в полгода для, так сказать, реактивации иммунитета в межэпидемический период раз в год. Это общая рекомендация. Но дальше пока непонятно, чем вся эта история закончится в целом. между чемпионатами не было. Ну, как же без чемпионатов то? Чемпионаты, выборы еще, следующие выборы на ОСО. Там тоже будет все не вредно, не переживайте. Все тогда. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин